Централизованная детская библиотечная система города продолжает реализацию проекта «Библиотека под открытым небом». Его главная задача – помочь детям полюбить книгу, сделать их летний досуг более разнообразным и увлекательным. Для этих целей в течение всего лета в десяти городских парках и скверах будут работать выездные библиотеки. Детям и их родителям они предложат разнообразные по форме мероприятия, в числе которых будут как праздники, флешмобы, так и литературные игровые программы. Местом работы передвижной библиотеки на этот раз стал сквер имени Рамазана. Решив показать детворе, насколько интересным может быть интеллектуальный досуг, прямо посреди парка библиотекарей организовали импровизированное поле чудес. Его участникам было предложено ответить на вопросы викторины «Знай и люби Магнитогорск». Игра показала, что о знаковых исторических событиях ребята знают немало, а вот о современной жизни магнитки осведомлены не очень хорошо. В частности, они впервые услышали, что в честь нашего города названа одна из малых планет, что подлодка «Магнитогорск» прославила наш город, снявшись в фильме «72 метра», и что в Праге существует улица «Магнитогорская». И на этом открытия не закончились. Решив познакомить детей с магнитогорскими поэтами, библиотекари предложили им выбрать любое понравившееся произведение и прочитать его в образе персонажа, про которого оно было написано. «Сталь сварят из той реки, вам, ребята, до коньки, на ракеты, на вагоны. Огонь реку издомный выпускает папа мой, самый главный горновой». Такое необычное предложение вызвало восторг. Ребята с удовольствием читали стихи Кондратковской, Машковцева, Дышаленковой, перемиряя на себя образы металлурга, бабочки, инопланетянина. Чтобы школьники не заскучали, библиотекари организовали для них и подвижные игры. Участвовать в них могли только те, кто знает названия магнитогорских улиц и памятников. Такое времяпрепровождение показалось детворе очень занимательным. И многие с этого праздника унесли с собой не только сладкие призы, но и книги. «Я хотел бы узнать о моем городе, его историю, как его построили, кто его строил. Это очень интересный город, и тут мне нравится».